Знакомьтесь, егерь задонецкого охотничьего хозяйства, что на Харьковщине, Марья Степановна Матющенко. А это ее озеро. Оно так и называется, Марьино озеро. Почти 20 лет выращивает здесь Марья Степановна уток, не домашних, диких, и выращивает их не на потребу гурманам. Охотники знают, как пугливые, осторожные и хитры дикие утки, а вот эта женщина сумела подобрать к ним ключик, лаской, добротой, извечной крестьянской заботой обо всем живущем на земле. Птицы живут здесь не на привязи, в инкубаторах или специальных питомниках, а в камышовых зарослях, вот в этих шалашиках, под этими навесами, просто в ящиках и бидонах из-под молока. Одним словом, живут на воле. А началось все, как говорят, с прозы. С разведения подсадных уток для продажи охотникам. Было тогда у Марьи Степановны около десятка дикарей. С подвязанными крыльями улететь они не могли и исправно высиживали птенцов. Сейчас же маточное поголовье фермы выросло до 160 уток, а их ежегодный приплод до 2000 молодняка выпускается здесь на волю. Лети куда хочешь. Зимовать на озере остаются только родители. Не по своей воле, конечно, но что поделаешь. Такова участь и утиных, пап и мам. А Марья Степановна Матющенко делает все, чтобы они не тосковали по южному комфорту и мирились с неудобствами этой фермы. Самодеятельной и, скажем прямо, существующей только на одном энтузиазме работников задонецкого охотничьего хозяйства. Вот прошлой зимой, например, помните, какие были морозы? Воду в озере подогревали горячим воздухом компрессора. Его прямо-таки выклинчило в районном центре Марья Степановна. Ее же стараниями были построены тогда и вот эти теплые домики. А как вы называете своих утят? Все подряд. Кате и все. Больше никак. Они привыкают к этому слову. Вот я их если гоняю, там кричу на них. Куда? Тоже они соображают, что это я на них кричу. Куда, Катя, идешь? Ну вот они убегают, ну вот с речки я их гоню, скажем, туда же. Она хочет удрать. Я кричу, куда ты, Катя? Она так вот сдрогнет и быстро живет. Ну, соображаю, что это на них. Глядя, как колготится на ферме с утра до ночи Марья Степановна Матющенко, вспоминаешь слова Михаила Пришвина. Рыбе нужна вода, зверю лес и поле, человеку нужна родина. Охранять природу, значит охранять родину.